До сих пор сны снятся, как я еду на БМД, служил механиком-водителем. В общем, незабываемо это, конечно, как раз это можно забыть. Тот, кто однажды видел войну своими глазами, кто пережил боль и кровь, и смерть товарищей никогда не забудет и никогда уже не станет прежним. 32 года назад перед одним 18-летним мальчишкой, как и перед многими его ровесниками, стал выбор, который подчас нелегко дается и состоявшимся военным. Андрей выбрал войну. После учебки, когда служил в Литве, пришла разнарядка на два округа и Афганистан. Нас набралось 10 человек, по-моему, так, точно не помню, где-то около 10. И мы заявили желание ехать в Афганистан. Андрей Коновалов – потомственный пожарный. В отличие от многих других солдат имел реальную возможность отсидеться подальше от военных действий. У него был отец, заместитель начальника управления пожарной охраны, тогда полковник Коновалов. Ему достаточно было поднять трубку телефонную и набрать номер пятизначный, и он бы остался где-то в Иванове, в Тейкове или там в Шуе, или где-то под Москвой. Он не знал, что я когда поеду в Афганистан, он узнал только, когда приехал ко мне в учебку. Я его попросил матери не говорить, но он, конечно, все рассказал. Так, на два года с 1982 по 1984 война завладела его жизнью. Андрей служил в воздушно-десантных войсках. Сначала охранял важных для той войны людей – советников и афганских генералов. Не было ни дня без нападений и обстрелов. Задачей молодых людей было не пожалеть собственных жизней за жизни охраняемых ими высоких чинов. Ну, последние полгода направили в горы, на точку, уже непосредственно на боевую машину. Там тоже охрана путей и прочёска кишлаков. То есть сначала обстреливали брони, подходы, потом шли уже в пешем порядке на прочёску. За годы службы чудом удалось избежать контузий. Однажды пуля вошла в землю в нескольких сантиметрах от солдата. А вокруг погибали молодые люди, такие же, как он, которым повезло меньше. С тех пор Андрей был уверен, жизнь ему дана не просто так, чтобы помогать людям. Вернувшись из афганского пекла, он стал тушить пожары мирные, но подчас не менее опасные. Я был начальником его четвёртой части, когда работал, возглавлял пожарную часть номер 4, он был там уже пожарным. Он дорос до командира отделения, до прапорщика внутренней службы. Я ему говорил, говорю и буду говорить, что его отличало порядочность всегда. Он был честным очень человеком. Ну не был, а есть честный человек, уйдя на заслуженный отдых. 25 лет назад для нашей страны официально закончилась эта война. Война, в жертву которой были принесены тысячи молодых парней. На афганской земле погибло 68 наших земляков, враженцев Ивановской области. 14,5 тысяч из всего тогда еще Советского Союза. Память о них мы храним вечно. Те, кто вернулись, повзрослели раньше своих сверстников, которых Афган не коснулся. Историки до сих пор спорят об этом кровавом десятилетии. Есть десятки версий тех событий, множество если. Но история не знает сослагательного наклонения. А свидетели и участники той войны уверены, все не напрасно. Все говорят, вроде вот как бы бессмысленно, да. А я считаю, что я прошел хорошую школу. Как говорится, сами глазами увидел, что такое война, как воевали наши деды. Смерть, кровь – это хорошая школа. И мы все считаем, что мы не проиграли. Мы с честью выполнили свой долг. Интернациональный. И мы победили. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.